8 августа отмечается Международный день альпинизма. 237 лет назад была покорена гора Монблан, высшая точка альпийских гор. В областном центре нет горных вершин, но есть те, кого можно по праву считать альпинистами. Смотрим далее. Напоминаю, да, три точки опоры перед стартом. Стоп, 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 команды, спрашиваем команды. Страховый должен быть у вас готов. Ну, давай, давай, давай. За боковушку. Все отлично, молодец. Следующий готовится. В Придетском юношеском центре экологии и туризма эти ребята занимаются скалолазанием, ориентированием и туризмом. Полученные навыки и умения пока еще начинающие альпинисты смогут использовать в категорийных сложных походах. В данный момент мои три коллеги и 17 наших воспитанников находятся в горах Теньшани в категорийном походе. Категорийный поход – это достаточно сложный поход. Сложен он тем, что присутствует в нем достаточное количество сложных перевалов, которые нужно преодолеть ребятам. При преодолении этих перевалов им понадобится специальное снаряжение, ледорубы, кошки, жумары, веревки. И это все умения ребята приобретают именно на наших тренировках. Разумеется, юные альпинисты занимаются не только на таком искусственном скалодроме. В нашем регионе все же есть Байнаульские горы, где для ребят провели учебно-тренировочные сборы. На учебно-тренировочном сборе мы с ребятами ходили на гору Акбет. Это самая высокая точка в Байнауле. Но у меня воспитанники еще молодые, поэтому мы тренировались только на Байнаульских горах. Также мы тренировались на естественном рельефе в Лазани, потому что Лазани на скалодроме и Лазани именно на скалках, на камешках – это совершенно разное. В дальнейшем все-таки мечтаем сходить с ребятами в категорийный поход. Также наши ребята выступают в соревнованиях различного ранга – республиканские, областные, городские соревнования. В сентябре этого месяца команда с участием воспитанников нашего центра едет на республиканские соревнования, которые будут проходить в Уральске. Именно к этим статам готовятся и юноши, и девушки. В четырех группах занимается 40 человек. Все они получили допуск врачей. Мы принимаем в свою команду каждого желающего. В дальнейшем у ребенка могут эти качества натренироваться. Мальчишек или девчонок больше тоже не могу сказать, потому что у меня есть группы, где одни девочки, у меня есть группы, где много мальчиков. Есть руководители, к которым ходят только одни девчонки. Вот так вот полюбили тренера только девочки. Поэтому интерес к скалолазанию и туризму очень большой у ребят. Ребята занимаются с удовольствием. Шесть лет скалолазанием занимается перешедший в десятый класс Георгий Овчинников. В его активе участие в областных и республиканских стартах. Главное быть внимательным, и в альпинизме все получится, уверен он. Мне предложили заниматься. Мой первый тренер – это Марина Раисовна, Каримова. Я начал заниматься скалолазанием, мне это так понравилось. И вот продолжил, потому что это развивает силовые качества. Ну и также это интересно. Мы развиваем все эти качества, сил, хват. Ну и не страшно, потому что понимаю, что если все надежно сделать, то ничего не произойдет. Конечно, на земле надо быть расслабленным, не паниковать. А вот сверху надо быть внимательным, чтобы все правильно сделать и не ошибиться никак. Так как это травмоопасно тоже. Георгий, как и многие юные, да и не только, альпинисты мечтает когда-нибудь покорить Эверес. Что ж, если они не будут пропускать тренировки, интенсивно заниматься, то все у них когда-нибудь получится. Мурат Белмажит, Абек Газис и это Сахпарат.